Россия называет это диверсией. Украина своей причастности не признает. Взрывы на складе боеприпасов в аннексированном Крыму – второй подобный инцидент на полуострове чуть более чем за неделю. Накануне Владимир Зеленский объявил о создании консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма. А уже вечером президент призвал местных жителей не приближаться к различным военным объектам, а также складам с боеприпасами и штабом. Очередь на выезд из Крыма в Россию через мост в последние дни свидетельствует о том, что абсолютное большинство граждан террористического государства начинают понимать или, по крайней мере, чувствовать, что Крым не место для них. Из-за взрывов были эвакуированы более трёх тысяч местных жителей. Стреляют, стрельба. Взрывы, летят снаряды прямо во дворы. У нас во дворе снаряд. Ребята пришли, посмотрели, сказали, придут, разминируют или что там они сделают, не знаю, мы всё оставили. И хозяйство всё оставили и текать. Вышли смотреть, там увидели клубы дыма в странах, коровниках, где армейские склады получаются. Ну, сколько, до семи, до восьми мы, по-моему, там были. Всё взрывалось. Марина, ключи дай, пожалуйста. Крышки, осколки, щепки нам падали. Ну, потом пришли участники, сказали, всех вывозим. В четверг во Львове пройдёт встреча генсека ООН Антонио Гутерреша с президентами Турции и Украины, Раджепом Тейпом, Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Основные темы дискуссии – зерновая сделка и ситуация на Запорожской АЭС. С начала августа территория вокруг атомной станции подвергается регулярным обстрелам, ответственность за которые Москва и Киев возлагают друг на друга. В ООН заявили о готовности отправить миссию МАГАТЭ на станцию через Киев при согласии Украины и России. В Москве такой маршрут назвали небезопасным, так как экспертам придётся пересекать линию фронта.